И вот мы дождались. Чёрная пантера вышла на экраны. Свеженькая постановка киновселенной Марвел побила сразу несколько рекордов по сборам. Фильм рассказывает о вымышленной нации страны Ваканда. В качестве режиссёра выступает Райан Куглер, а в главных ролях значатся яркие звёзды современного кинематографа. Фильм – просто глоток свежего воздуха в супергеройском жанре, проработанный до самых мелочей. Однако не каждый кадр доставляет, а некоторые моменты выглядят чутка клишейно. Так что давайте разберём Пантеру на хорошо и плохо. Ну и, да, не надо быть супер-умной Шуре, чтобы догадаться про спойлеры. Ваканда Остальные сюжеты Марвел происходят в существующих городах, однако Пантера забрасывает нас за эту грань и открывает нам не то, что город, а целую новую страну. В родину Т'Чаллы можно влюбиться с первого взгляда. Благодаря живым персонажам, внешнему виду и традициям Ваканда воспринимается как реальное место с реальными людьми. И мы настолько проникаемся нацией, что даже отсутствие прямой угрозы населению не мешает нам сопереживать людям после таких событий. Мы скорее боимся того, какая судьба ждёт их дальше. Минус. Начало Сам по себе фильм очень крут, но вот первый акт подкачал немного. По сути, фильм начинается в тот момент, когда Киллмонгер прибывает в Ваканду, остальное – предисловие. Его прибытие раскрывает отношения внутри семьи и противостояние Т'Чаллы и Киллмонгера, что выводит фильм на новый уровень. А это уже вторая треть сюжета. Понятно, что введение должно быть от базовой информации про Ваканду до отношений Т'Чаллы, но это занимает целых 45 минут. Хотя после медленной раскачки фильм реально начинает качать. Плюс, есть над чем подумать. Большинство фильмов киновселенной задаёт вопрос, каково это, быть супергероем. Однако Пантера исследует новые темы и рубежи, при этом затрагивая нас эмоционально. По сути, сюжет строится на конфликте традиций и прогресса. Технологически развитая нация держит все разработки при себе, а Т'Чалла, как новый король, видит всю картину в целом и осознаёт, какое разрушительное воздействие будет оказано на весь остальной мир. Его соперник, Эрик Киллмонгер, мыслит совершенно иначе и бросает вызов не только Т'Чалле, но и Ваканде в целом. Фильм также исследует вопросы колониализма, ставит преданность друзьям и семье выше интересов правителя, и всё это отлично преподнесено режиссёрам. Ему удалось сделать фильм одновременно и умным, и весёлым. Чего же Вибраниум не может? До Чёрной Пантеры мы, по большей части, мало что знали об этом металле. Из него сделан щит Кэпа и весь Альтрон, и всё это сводится к тому, что Вибраниум – просто супер-мегапрочный металл. Но в этом фильме Вибраниума больше, чем можно было себе представить. Он лежит в основе всей Ваканды и позволяет людям быть настолько высокоразвитыми. Он используется даже для связи и для лечения людей. При этом посещают мысли, есть ли вообще такое, на что Вибраниум не способен. Сценарий в Чёрной Пантере, конечно, хорош, но вот перебор с супер-возможностями этого материала постепенно начал надоедать. Плюс, интересный антигерой. Если вы следили за карьерой Джордана, то для вас этот факт не станет сюрпризом. Он просто идеально отыграл свою роль. От прослушки до Крида, Джордан всегда справлялся на ура и не подвёл поклонников на этот раз. Он исполняет одного из самых проработанных на сегодняшний день злодеев киновселенной. Хотя проработанность зависела по большей части от сценария. Эрик Киллмонгер – потрясный злодей, потому что его мотивы оправданы. Он верит, что трон должен принадлежать ему по праву рождения, мстит своему отцу и хочет, чтобы Ваканда разделила свои сокровища со всем остальным миром. Сам он видит в своих действиях оправданную жестокость и желает править миром. Он делает всё, чтобы добиться своих целей. Эверет Росс Ни для кого не секрет, что Marvel использует некоторых персонажей исключительно для связи фильмов между собой. В данном случае под руку попался агент ЦРУ Росс. Проблема в том, что на формирование страны и персонажей, на их мотивы влияние он не оказывал, да и по ходу фильма ничего существенного не сделал. Конечно, он ближе к концу помог остановить передачу оружие Киллмонгером, но вряд ли только ради этого стоило включать его в сюжет. К тому же Мартин Фриман, скажем так, не выкладывался по полной, чтобы сыграть этого обыденного персонажа. В итоге его появление высосано из пальца. Женщины-Ваканды Чедвик Боузман шедеврален в качестве заглавного персонажа, а Женщины-Ваканды ничем ему не уступают. Такие персонажи, как Шури, Накия и Окои настолько проработаны, что приковывают к себе внимание почти в каждой сцене. Непреклонный рационализм Окои, детерминизм чувства морального долга Накии, интеллект и инновации Шури – всё это неотъемлемая часть фильма, от которой невозможно оторвать взгляд. – Show off! Дежавю финальной битвы Пусть Чёрная пантера и является глотком свежего воздуха, сконструирована она по тем же формулам успеха, что и остальные фильмы Марвел. К сожалению, традиция финальной битвы не стала исключением. У обоих одинаковые костюмы. В конце концов, Эрик облачается в свою версию костюма Чёрной Пантеры, примерно так же, как и злодеи в обоих Железных Человеках, в Человеке-Муравье и т.д. Конечно, можно поспорить, что Киллмонгер является антиподом Т'Чаллы, но всё равно, даже эта метафора не спасает разочарования от просмотра одного и того же. Неожиданный поворот В отличие от предшественников, большая часть Чёрной Пантеры не сконцентрирована целиком и полностью на главном герое. Т'Чалла чуть не погибает во время битвы с Киллмонгером, но на этом сюжет не обрывается. Его семья и друзья готовы защищать Ваканду и без его помощи. Большинство кинокомиксов черпает вдохновение от персонажей, которые не раскроешь без главного героя, но Чёрная Пантера ломает этот стереотип и демонстрирует зрителям модель поведения людей без участия Т'Чаллы. Это раскрывает глубину историю и второстепенных персонажей, чего Марвелу раньше сделать не удавалось. Первая сцена после титров Первая сцена после титров показывает Т'Чаллу, объявляющего всему миру, что Ваканда прекратит свою политику изоляции. Она, конечно, может улыбнуть, когда ему задают вопросы, что страна третьего мира может предложить всем остальным, но даже это не спасает. Сама по себе концовка говорит о том, что Ваканда перестанет скрываться, так что этот отрывок не несет в себе практически никакой смысловой нагрузки. Сцены после титров обычно либо смешные, либо намекают на будущие фильмы, однако у Чёрной Пантеры этого не получилось. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok